В интересной борьбе, которая ожидается, на самом деле, ребята, не дойдут до подобных супер-молодых достижений. Карен Тавмазян из Голландии. Честно говоря, первый раз вижу на взрослом августе этого атлета. До этого он выступал только на европейских пятницах сети юниоров и тех, кто на 23 лет. Начинает 148 кг, но основная борьба, конечно, начнется 160 кг. Карен Тавмазян фиксирует первым подходом 148, но, еще раз говорю, для медали необходимо 160 и дальше. Ну вот, скоро уже вес на штанге взлетит до 160, потому что одна из тяжелых категорий, так что здесь походы через 5 вполне естественны, как и походы через 7 кг, как собирается делать Карен Тавмазян. Видите, первым подходом остается 148, а второй попыткой собирается идти на 152. Янаш Бараньи. Участник Олимпийских игр 2008 года. Там на Олимпиаде Янаш Бараньи получил нулевую оценку. Участник Олимпийских игроков. Участник Олимпийских игроков. Но сегодня Янаш Бараньи готов совсем иначе, нежели на Олимпийских игр в Пекине. Тогда он в рывке 145 кг. И сегодня он начинает 150. Шичтоф Шварыч из Польши. Уже начинает немного 150. Уже начинает несколько килограммов. Уже начинает несколько килограммов. Сейчас 2 минуты еще будут считать. Секундомер в зале Карен Калмазяна, потому что на 152 больше никогда не хочет идти. Но если, конечно, Карен не перенесет. Иван Марков из Болгарии. Секундомер в зале Карен Калмазяна. 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 В зале Карен Калмазяна. Секундомер в зале Карен Калмазяна. Секундомер в зале Карен Калмазяна. Только 150 результатов Куртского Сваричев. Ну а сейчас на 155 готовится выйти Джованни Парти из Франции. По всей видимости выступать будет буквально в одиночестве. Это Яна с Бараней из Генгрии тоже собирается на 155 выходить. Ну серьезно и подбирается компания. Раз, два, три, четыре, пять, шесть человек в этой группе. В группе сильнейших. Собственно, начинают со 160, но и, соответственно, разыграют медали здесь. Али! 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 Продолжение следует... 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 Опа, вот он и 170. Потом Иван Марков был дисквалифицирован 4 года. Ну, а потом, видите, по Лондону восстановился. Именно по этой причине до Лондона. До Олимпийских игр. Принут. Ну, первый подход сорвался Иван Марков. Чуть обречесть тем самым. Соперничество для Акти Аухадова. На втором подходе 107 зафиксировал. Акти идет на 171. Акти Аухадов родился и живет в Русмартане, в Чечне. И его отец, Акти Аухадов, его тренирует. Фактически он сам за свои деньги все время построил зал для тяжелой атлетики. Ну и вот его самый неуспешный ученик, конечно, его сын. Акти Аухадов. Результат Маркова на Олимпиаде 172-203. Результат Аухадова 175-210. Сегодня, видите, Марков выходит на 173 и заявил для второго движения 203 на старте. Результат Аухадов собирается начинать довести 5. Я забыл про Альберта Саяхова. Болгарин оторвался от Саяхова на 5 килограммов. По собственному весу Болгарин легче. Чемпионы в рывке Афтира Аухадова. Он уже чемпион, он уже первый. Идет на 173 килограмма. Последние годы помогает тренировать Хамзану Аухадову. Блестящий подход Аухадова, как и два предыдущих 173 килограмма. Таков результат Афтира Аухадова, с которым мы с вами отправляемся и весь Афтир на перерыв. Он на первом месте. У него 3 килограмма преимущественно над Иваном Марковым. Соответственно, 7 килограммов преимущественно над Габриэлом Синклером из Румынии. Ну и не забываем про Альберто Саяхова, который, жаль, конечно же, решил себя двух подходов, но выдержался. Соревнования в категории до 85 килограммов продолжаются. Второе движение штанг-станг толкать. И сейчас уже первым подходом Харен Тавмазян из Голландии исправил с весом 1802 килограмма. Хочешь, очередь Крыштова Швавича из Польши. Тоже самый вес, второй самый 1802. Здесь красмейстерские веса начинаются с 200. Именно на 200 собирается выходить Альберт Саяхов первой попыткой. На 200 пойдет Рауль Цирикидзе из Грузии. 203 заявил для старта Иван Марков. Ну а Апти Аухадов, который выиграл рывок с достаточно приличным отрывом, будет начинать 205 килограммов. Альберт Саяхов, который выиграл рывок с 880 килограммов. В Голландии. 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 Голландия. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Прямо как заколдованные веса, потому что начиная со 190, а сейчас уже 195, никто не может. Ну вот Габриэл Синкраен карму немножко подправил, 195 кг первым подходом и, кстати, с запасом. Плюс 5 Габриэл Синкраен прибавит, гарантированно. Ну а Габриэл Синкраен обыгрывает Альберта Саяхова на один килограмм. В рывке, но Саяхов собирается начинать 200. Главный, мне кажется, вопрос для Альберта Саяхова, насколько он сам может за это время восстановиться и забыть то, что происходило в рывке, когда он только с третьей попытки пришел в привычные для себя соревнования. Уже на краю. Янов в баране. Уже на краю. Продолжение следует... 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 на Олимпиаде. Успешно. И вот его коронный швунг. И 210 килограммов. Первым здесь на чемпионате Европы затолкал Автео Хадов. Зачем Рауль Царикит ведет на 211? Ну, по всей видимости, до Автео Хадова, конечно, в общем зачете он не дотягивает. Но пытается ввести в одном движении. Очутиться выше. Один подход есть у Ивана Маркова. Иван Марков 3 килограмма проигрывает Автео Хадова в рывке. То есть нужно 213 будет толкать к Маркову. Но пока Марков 215 дает до третьей попытки. вступить в рывке. Вступить в рывке. Вступить в рывке. Да это я. рауль серики за прошлый год он толкал 200 сегодня видите 205 его гарантированная бронзовая медаль чемпионата европы ну конечно после прошлогодних побег и булгариса провалитие 3 рейшан тучина 50 килограмм а Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok